Девушки отдыхают 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 Как настоящая. Пойдем. Сань, подумай. Да нечего думать, ты сумасшедший. Нет интернета, Володя. Ну, подумай. Псих ты. Сань. Сумасшедший. Сань. Ну, я вам говорю. Пусть когда-нибудь в России будет самый быстрый мобильный интернет, чтобы можно было загружать видео. Ну, что, друзья, вот уже 12 выпуск комментаута залит в сейс с помощью самого быстрого мобильного интернета в стране от Мегафона. Этот интернет просто летает. Я только подумал, а видео уже залилось. Ольстец, Ольстец, Ольстец. Ольстец, как был Ольстец, так и Ольстец. Ну, что, айда смотрит выпуск, а? Кто поставит лайк, тому косарь на телефон. Да. А кто напишет коммент, Катя, два часа сауны проплачу лично. Будь первым, кто увидит этот выпуск комментаута с самым быстрым мобильным интернетом в стране от Мегафона. Правило шоу. На столе три карточки. Звезда, комментарий, наказание. Участник вытягивает звезду, который должен написать случайный идиотский комментарий в Инстаграм. Если участник соглашается опубликовать, получает балл. Если нет, выполняет дурацкое наказание. Ей, 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 привет! Я Владимир Маркони, и это шоу Комментаут! Сегодня у нас участники, которые так или иначе связаны с Егором Кридом. После предыдущего выпуска хочу заметить, что сегодня на шоу Комментаут Ольга нормального человека. Оля Серебкина! Есть! Наш следующий участник. Самый популярный комик-правдоруб сейчас и самый мерзкий и брюзгливый старик в будущем. Стендапер, юморист, блогер, актер и, проще говоря, фрилансер, который смог. Даня Поперечный! Привет! Привет! Привет, Даня! Привет, Оля! Мы всегда начинаем наше шоу с того, что мы мешаем карточкой, чтобы никто не подумал, что у нас какая-то обманчивая система. Ничего подобного. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три! Ты выбирай, хочешь первое, чтобы я или ты? Хорошо. Ребята, если вы уже нажрались, давайте убирать бокалы. А давай мы тебе их на пол поставим, и я буду у тебя из-под тумбочки посасывать вот так. Да, но давайте для этого уберем бокалы. Хорошо. Поехали! И это будет... Небольшой мисс-директ произошел. Максим Фадеев. Максим Фадеев! Прикрыл, прикрыл. Наказание. Кто в каких отношениях с Максимом дружишь? Ой, у меня прелестные. У меня сейчас один проектик есть. Я там рыженькая. Спроси меня. Думаю, мало что связывать. Так, продолжай. Барбершоп «Слепой мастер». Сбреваешь полосу на затылке под ноль. Я так понимаю, я делаю... Ну, так себе. Хорошо, давай посмотрим комментарий. Давай. У нас гомофобная страна, но при этом в ней любят творчество Крида. Такой вот двойной стандарт. Потрясающее сообщение. Я бы на твоем месте его отправил. Ребята, ну вы что? Вы только задружились обратно. Кто у него в клипе снялся? Да у меня же иммунитет теперь. Ну, Фадеев довольный, как будто уже прочел. Блин, самый лучший аккаунт, блин, ушел только что. О, я думаю, все впереди. Улетело. Неожиданно! О нет, как у меня хватило. Взял же техническую замену. Сейчас меня меняют на более сцикливого человека. И мы продолжаем. Ой, спасибо, Господи. Маргарита Симоньян. Этот человек имеет отношение к политике. Ребята, у меня потрясающее наказание. Это жидкий автограф. Ой, давай-ка. Соперник пишет тебе на животе своими горячим воском. Кстати, мое полное имя чуть длиннее, чем Данила. Через семь дефисов. Все восхищаются пилотом, который посадил самолет на кукурузном поле. А я бы еще дал звание героя сотрудникам химчистки, которые смогли отстирать его кресло. Ну, это как будто бы даже смешно. Нет? Мы, возможно, сбились с правильного пути. Сбились с курса. Это блог. Не о Russia Today. О макаронах, судя по всему. Смотри. Я знаю. Прикинь, под фотографией макарон такую хуйню ебануть. Просто вообще ни с того, ни с сего. Сирябкина. А, кстати, пилот обосрался, когда сажал самолет. И Симоньян такая с утра, что? Нет, я такая, ох, это Сирябкина. Вечно это Сирябкина. Ну, это, конечно, ужасно. Объясни. Даня. Почему это ужасно? Мы тоже так считаем. Дане невозможно это объяснить. Но, понимаешь, люди реально спасли людей. Что, не страшно, что ли, было? Страшно. Страшно. Или нет, или они такие профессионалы, что этот комментарий подвергает сомнению. Их стальной характер. И тогда да. Просто Маргарита Симоньян вряд ли посмотрит нашу передачу. Но она зайдет проверить, как там ее макарошки. И наткнется на некоторую весточку. По правилам нельзя. Или можно будет стереть? Если ты стираешь, то наши зрители заходят в твой инстаграм. И пишут тебе, жим, жим. Почему ты так стесняешься своего пузика? Да я не стесняюсь своего пузика. Просто мне не хочется, чтобы ты сделал Данила с таким лицом. Я могу любое подобрать. Блядь, во-первых, это не моя вина, а матери и отца. Это его крест. Ему приходится с этим жить, ты понимаешь? Ты можешь хотя бы в этот момент как-то улыбаться? А это не будет страшно тебе, да? Ты только так улыбаешься? Ну, я, да, мертв внутри. Сложно. Ну, ладно, давай, не буду я Маргарите Симоньян оставлять такие ужасные послания. Пишем на пузике. Ой, ой, е! Тебя не по образу и подобию Господь создал? Где пупок? Ты кто такая? Стой, стой, стой. Нет, подожди, подожди. Надо проверить. Если его не будет на сантиметр ниже, я умываю руки. Пожалуйста. Давай проверим? Давай. Убери, убери срочно, убери. Я пишу сообщение. Я ничего не делаю. Я буду писать сообщение. Ты Симоньян. Поздно, правда? Ты уже решила. Получилось имя. Маленький капельки, делай, пожалуйста. Он покажет, смотри. Ап. Ай, блин. Реально, пи***ец, отключите нагрев. Да это твое жаркое тело. Сделает из этого воска невероятную горечку штучку. Ты пробовала это тело? В смысле? А можно врать в нашем шоу? Бл***ть. Данечка, Данечка. Данечка лучше, да. Данечка хорошая. Даня, Даня, Данечка. Все, 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 все. А как же фамилия сюда влезет? Попробуй. Подуй, пожалуйста. А, ты просила. Это самые странные ласки, что я только видел. Оно высохло уже? Сколько там будет волос? А! Я над. Это не мое имя, мы переписываем. Оля, молодец. Стой, стой, стой. Еще щит. Оля, молодец. Это же как в Джанго. Сходила, б***ь, на бесплатное шоу, да, в интернете. Еще... Прижигай ее, давай. Счет после первого раунда 1-0. В пользу Дани Поперечного. Если наказание, это минус. Ты проигрываешь. Это не плюс, но это не минус. Подожди, нет, подожди, подожди, подожди. Короче, смысл в том, чтобы отключить сердце, доброту, человечность, порядочность. Сможешь ли ты, Оля? Слушай, никто не отключил сердце, поэтому Михаэль Шумахер и пришел в себя. Понимаешь, понимаешь, понимаешь. Постойте, я объясню, я объясню. То есть вокруг были хорошие люди. У нас на шоу тоже должны быть хорошие люди. Ребята, в нашем шоу мы бьемся за главный приз. У нас есть главный приз. Но что это такое, с большим удовольствием расскажет наш распорядитель подарков. Сфейки Крэйви, почему я поздоровался по-латышски? Какой сегодня приз? И в конце концов, почему я голенький? Довольна сыпать вопросами? Сейчас все узнаете. Алле-оп! Господи, я запутался. Это же райский сад. Я что, умер? Нет. Это знаменитый питомник растений эко-плант. А какой здесь запах? Не могу надышаться. Хотите узнать, что такое щедрость? А вон она. Впервые в истории нашего шоу податком для победителей станет сертификат на озеленение участка на 300 тысяч рублей. Вот так пахнет роскошь. Эти вечно зеленые голосеменные красавицы могут стать вашими без посредников прямиком из питомника. А если у вас нет загородного имения, бегите покупать. Потому что эко-план дарит скидку 70% на все растения до конца недели. Я ответил на все ваши вопросы. А почему ты позоросый по-латышски? Ишь, какой внимательный. Ишь, какой внимательный. Отойдите, змей. Ира! Ну ты выбрала же, маласть-то? А? Я думал, она тебя засосала. А это костюм или ты правда голый? Это Туя. Это Туя. Прямиком из райского сада Туя колоновидная Смарагд. Это, кстати, хороший приз. Так. Боритесь. Победитель получает 300 тысяч на озеленение своего участка. И ваши кустики будут самыми ухоженными. Так, что здесь написано? 300. 300. А здесь тракторист. Фантастика. Фантастика, согласен. У тебя достань спиннер, дебни, и мы улетим в стратосферу нового юмора. Олег Газманов. Нормально? Блин, Олегу я бы тоже написала. Да и я бы ему написал. Так сейчас ты и напишешь. Но ждет меня наказание под названием «Моя маленькая тайна». Показываешь гигиталии постороннему человеку. Ты пока что можешь сюда просто встать. Но не показывай, мы знакомы. Подожди. Так мы уже это делаем? Что происходит? Я еще не согласился. Чтобы ты просто примерился. Вот отлично. Хорошо. И кто-то подойдет и такой «кувырь». И человек, незнакомец, нам потом все расскажет. И, возможно, нарисует картинку. Как все выглядело. О, здравствуйте. Даня, не волнуйся, у него есть лупа. Так, подходите, пожалуйста, ко мне. Ладно. Хуй показывать не хочется. Захочется ли мне писать комментарий. Олег Газманов, вот что мне надо им сказать. Будь попроще. Тошно на тебя смотреть. Барабашка немытая. Вот скажи, мне сейчас отыгрывать вот эту очевидную диспропорцию в... Я пока... Предположить, что Газманов не моется или хуй, блять, показать человеку? Что же мне выбрать? Да, тебе лучше, потому что вы хотя бы одного пола. Действительно. Действительно. Просто зачем Олега обижать? Я идентифицирую себя как человек, который не показывает никому хуй. У меня есть определенные... А, девственник, понял. Покажешь хуй мужику? Нет, девственник? Фу слаба. Фу, гей. Фу. Ты гомофоб. Гей. Мужику член показать не можешь? Пидор. Слабачи. Ну вот реально, по-честному. Слабачи. Покажи один раз. Слушайте, ну вот кого-нибудь в жизни Серебкина умоляла показать хуйца? Ну разочек. Ну хоть на полглазика, чуть-чуть. Мы понимаем, что ты человек, который может оскорбить кого угодно. Смотри, я стесняюсь больше своей немытой барабашки, правда. Не ладно, ребят, сори. Пиписька остается пока что. До следующего задания взобрали. Спасибо вам. Большое спасибо за готовность узреть нечто. Вы молодец. Вы святой человек. Как вы набираете людей? Возможно, вы глянете на сиськи Серебкины, но может быть хуй поперечного. И человек такой... А можно отменить первый вариант? Стоит того, да. Рискну. Барабашка немытая. Дань, Дань. Ужасно. Хоть какая-нибудь причина, почему тебе легко написать Олегу Газманом вот такой комментарий. Он перестал делать колесо на концертах. Че за хуйня? Это неправда. Так, продолжайте адвокат. Он делает колесо на каждом концерте. Перед выходом. Здравствуйте. Давайте так, я ему все равно его покажу, потому что вы меня раздраконили за камерами, потому что вы меня науськали из принципа. Окей, смотри. Но пусть зрители думают, что я чуть более принципиальный, чем я есть на самом деле. Окей, мы с Олей тоже готовы посмотреть. Ой, ой, кто это? Так, смотрим наказание сразу. Забыл сдать? Кладешь в карман спичечный коробок с калом? Держишь его там до конца игры? А где чей кал? Он слишком маленький. Бля, посмотри, жирное пятно пропиталось сверху. Есть салфетка? Мне интереснее, чем, больше, чем противнее. Извини. Дань, 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 стоп, стоп, стоп. Это не твое наказание. Хорошо, комментарий. Может что-нибудь добренькое будет сейчас? Дань, Дань, оставь. Даня прекрасный актер. Не смотря на свой сериал, он прекрасный актер. Чтобы вы понимали, на секундочку, когда они сказали, Дань, 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 не трогай, я подумал, что там не говно. Там говно. Ребята, тем временем, у меня случился новый пиздец. Серебряников вор и должен сидеть. Че ж тебе-то вся у меня достанется? Классно. Подождите, это не все. Следственный комитет, поднажмите, ребятушки. Нет, я честно скажу, я бы написала сейчас сообщение. Ну просто это, это трэш, реально. За два года хоть кто-нибудь сказал, что это трэш? Ладно. Чего ты сейчас будешь говорить, что это трэш? Я это напишу, потому что я хочу очко. Ты мой хороший. Какую сатиру вставляешь в выпуск? Я не хочу сидеть с говном. Я реально напишу это, как бы. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Что происходит, ребята? Вы что хотите, вы что хотите с говном в кармане? Вы что хотите в Майдан? Оль, ну это... Это что, последний выпуск у нас получается? Оль, ну это... Почему так? Оль, смотри. Вот эта вещь... Что? Ой-ой-ой. Это знаешь типа... Ай! Правильно? Сейчас посмотрим. Правда ли там дерьмо? Оль, там правда дерьмо. Я понюхал. А есть алфетки мокрые? Они под какашки. Так. Что? Что происходит на этом шоу, ребята? Постойте. В наказании... Кто перепечатал карточки? В наказании нужно было съесть... Мне реально сейчас пошли. Две молочные конфетки. Вова закрой. Хрен два! Вова закрой, да. Блять, ты сейчас его вот так сделаешь и я весь в говне буду. Так вот. Ну реально, я не знаю, вы кто-нибудь из вас, мог бы с говном посидеть? Катя везла. Ты везла его? Наши, нет, постойте, постойте. Ты купила говно за деньги и заплатила сумму денег за говно? Оль, смотри, давай по-честному. Комментарий пиздецовый. Ну реально пиздецовый. Пиздецовый. Говно, ну что у тебя, говна в штанах никогда не было. Оно в картоне. Подожди, подожди, ты сейчас кто? Я сейчас хороший полицейский. Вот этот комментарий, это... Я понимаю, что... Слушай, преследование было? Смотри, давай... Что? Он не вор и не должен следить, его оправдали. Кто об этом говорил в течение двух лет? Но... Продолжаем. Я повел себя как человек, который арестовал Голунова, конечно, в какой-то степени. Просто... Делаю вид, что ничего нет. Какие замечательные участники... Могли бы быть, но у нас... Блядь, Кирилл Серебряников! Блядь! Аааа! Сука, что ж такое? Ладно, похуй. Наказание. Два года условно. Как в суде сейчас, да. Жить здорово. Тебе на лицо три раза чихает человек. Человек щекочет перышком нос. Через паузы три раза чихает в лицо. Ой! Приболели! Здравствуйте. Ну ничего, ничего. Здравствуйте, вставайте, пожалуйста, к нам. Хорошее задание, кстати. Да, неплохое. Комментарий. Блядь. Умойся моим семенем. Если уж я все время твоим умываюсь. Кирилл Серебряников. Как будто бы и не хочется это писать. Дань, ты че, слабак? Ну я щас скажу, хочется писать, и ты скажешь, а че, чихи не хочешь? Здесь нет правильного варианта. Он читал сценарий. Он читал сценарий полностью. В целом, давай, я тебе честно скажу. Давай. Я бы спокойно это написал, но я честно хочу посмотреть, как человек щип... Так, я до этого кашля, ровно до этого момента, думал, что я в порядке. Типа, ой, он типа болеет, он в шарфике, ага. Одну секундочку. Сейчас надо по-размыслить. Ничего себе. Да пошел ты нахуй. Я думаю, у Серебряникова сейчас и так тяжелое время, поэтому я выбираю наказание. Кирилл? Пусти! Ну что? Смотрите, смотрите на Даню. Я думал, она успеет повернуться. Смотрите на Даню. Это, возможно, одна из страннейших вещей, которую я видел. Вы точно мне за это заплатите? Я как будто смотрю хаосный фильм какой-то. А теперь, это была подготовка, а теперь нюхательный табак. Не прикрывайтесь, не прикрывайтесь. Был только один. Технически был только один. Пошел нахуй. Был один чип, остальные не прикрывался. Было три, пошел в жопу. Нет, 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 нет. Хорошо, пониже, блядь, ладно. Любой каприз. Встань на колени. Любой каприз. Давай, встань на колени. Давай, давай. Это три, это три. Это было четыре, верни один. Итак. Ооо, что-то мне помогает тикет. Покажи. Прикольно, что говно в кармане у нее, а носик коричневый у моего типа. Как это все связано? Интересно. А тем не менее, я пишу Сергею Лаврову. Неплохо. Ооо. Нюхаешь лимонную кислоту через денюжку? О, это, кстати, мы в школе так делали. Наказание называется Эх, дороги. А, это наказание? Дороги. Новый айфон напоминает твою задницу. Так же подешевел. Я подумал про три дырки, шутка. Почему? Ну почему мне в этой передаче достается самый ад? Вот. Итак, буквально на днях, вот, например, Сергей Лавров был в Эфиопии. Прикинь, тебе запретят въезд в Россию, хотя ты... Хотя ты русская, хотя ты здесь. Меня в жар бросило, я даже не прикалываюсь, пиздец какой-то. Извините. У меня петля здесь. Ты просто ипохондрик, понимаешь? На самом деле ничего страшного, но максимум, максимум ВИЧ. Давай. А ты не замечал, как он тебя случайно еще и шприцом укалывал? Мало дела. Пересмотришь, пересмотришь на видео. Итак, на повестке дня. Депортация или наказание? Сама все сделать. Нет, ну я, конечно, делаю задание, потому что как я могу написать Сергея Лаврову про задницу? Давай так, ты пишешь, а я занюхну чуть-чуть. Давай. Мне просто интересно. Нет, 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 нет. Это лимонная кислота. Это лимонная кислота. Нет, смотри, я здесь не воюю, я просто подбиваю ее написать комментарий, чтобы у нее было хотя бы одно очко. Оля сделает свой выбор. Слушай, слизистая не так реагирует, слизистой пофиг. Слизистая плевать на Лаврова, да. Правда? А я могу сказать? Простите. Ну скажешь лично потом. Простите. Через следователя передашь. Простите. Я была в увеселителем шоу. И все нормально будет. Ладно, я, короче, ладно, пишу. Пиши? Да. Не буду я, а ты попробуешь? Я попробую. Он попробует, конечно. Новый айфон. Я выйду из кадра. Не-не-не-не. У нас широкий объектив, у нас фишай. Меня просто кинули реально только что. Оль, вот ты уже ушла от серебра, но на рудниках ты будешь его добывать? Драгоценные металлы. Дань. Да пиши уже господи. Оль, да мы за тебя, ты чего? Ты так долго меня живешь, что мне уже все равно. Блин, я сейчас реально буду плакать. Я уже не переживаю тебе. Я сейчас буду плакать. Ты понимаешь, мы мужчины. Блин, я сейчас реально буду плакать. Не надо плакать. Сейчас я буду плакать. Видишь, что у меня? Господи, прости меня. Я скоро поменю, должна быть. Даля. Очень мало я внюхнул и очень пиздецом мне. Ой, блин. Высморкаешься. Ты сделал правильный выбор. Что и требовалось доказать. Высморкаешься? Нет, все хорошо. Пусть, пусть, пусть болит. У меня, кстати, руки в говне. Ха, ну это весело. Елена Малышева. Детская комната. Бежишь по беговой дорожке, на которую ребенок высыпает мелкие детали конструктора. Блять, это лего. То есть, действительно, ребенок в этом шоу появляется в моменте, когда я, ну, по-любому буду орать нецензурную брань. Нет, ты будешь сдерживаться, чтобы не орать нецензурную брань. Я буду кричать прям ей в личико. Привет, я Даня. Алена. Алена? Алена, дорогая, привет, привет. Мы так тебя рады видеть. Ну что ж, комментарий. Остуди свои высеры, популист. А то твои посты уже дебильнее, чем у Дудя. Популистка. Ну, популистка, конечно. Ну, популистка. Так, давай по-честному. Это для меня не проблема. Даже для меня это не проблема. Но какое-то детское любопытство. Берет надо мной верх. Ну, приготовился уже человек. Да-да-да. Ну, разве можно расстраивать? Аленочка, хочешь высыпать конструктор? Хочешь, чтобы мне плохо было? Чтобы не было бобуа ногам? Да? Да. Ну, значит, я убираю наказание, как я могу отказать? Выполнил мне наказание Даней Поперечным. Подожди. Поехали. Поехали активней. А, да, и самое главное, мы не держимся руками. Мы не держимся руками, Даней. Я помогу, я помогу, я помогу, я помогу. Давай, давай, вот. Данечка, у тебя прекрасно получается. Прекрасно получается. Ну что, мы порепетировали, теперь настоящий забег. Господи. Нравится тебе весело, да? Большое спасибо. Мне было больно на него смотреть. Очень хотелось ругаться матом. Да. Очень сильно. Да. Но нельзя. Лавров уже смотрит выпуск. Ну что, Оля, тебе нужно тащить звезду. Последнюю звезду. Но это не наш последний раунд. Сергей Аксенов. Господи, почему? А кто такой Сергей Аксенов? А, это писатель, да? Аксенов. Известный, замечательный писатель Аксенова. Возможно, это отец любви Аксеновой, актрисы. Актриса тоже прекрасная. Или глава Крыма. Не знаю. Не знаю. Давайте посмотрим, когда зайдем в Инстаграм. Птица пережевывает семена и уплевывает тарелку. Участник в костюме птицы доедает за матерью. Что это значит? Ты доедаешь пережеванную чужим человеком еду. Да. Семечки. Бак сюда, пожалуйста. Чиви-чив, чиви-чив. Фьюти-фью. А, к сожалению, мне достался полный ад. Еще хуже, чем весь ад, который был до этого. Прикольно, да, что я по лайтухе прошел. А Серебкина всю херню схватила вообще. Я предлагаю дальше ходить на митинги, чтобы белый счетчик фиксировал, сколько у нас в стране продажных тварей. Как будто бы вот мне должны выпадать ее карточки, да? Я пришла на эту ебучую передачу, чтобы положить тебе в карман говно. Благодарю. Написать Лаврову просто ад. И сейчас у меня перед глазами Крым. Я считаю, что это успех. Оль, ну ты сейчас как на митинге выступаешь, ты чего? Оля, Оль, это довольно пропагандистский комментарий, который можно было бы услышать на каком-нибудь телеканале. Например, Россия один. Я сказал, Россия один. Просто я могу слипить губы из-за лимонной кислоты, извините. В целом, ты как будто бы ничего такого ему не пишешь. Мне кажется, он тебе ответит «да». Нет, конечно же, я есть не могу после пережеванной пищи уже до этого кем-то. Дайте мне скидку. Есть вариант, Оль, только для тебя. Для Дани этот вариант бы не сработал. У нас было наказание показать свои тути-фрути незнакомцу. Мы с тобой, в принципе, незнакомые люди. Ах вы твари, ладно. Ну и с Орлом вы тоже незнакомы. Как вам такая высота, а? Посмотреть на аппетитности Ольги Серебкиной. Ну ты хоть раз сиськи Орлу показывала? Давай, давай вот уж с этой стороны. Эй, ну что скажешь? Лови меня! Да, на скале стоит. Ну что, мы готовы? Что, к чему? Представь, что я твоя сестра. Так. Ты сиськи показывать, но я как сестре тебе не дам. Я не хочу. На все, что хочешь. Ну я прошу тебя, ты можешь, вот я все понимаю. Для тебя исключение готов. Какое? Я просто съем вот, хочешь я съем вот это. С чего тела ты это будешь делать? Какая тварь, а? Просто какая тварь. Ребята, я пишу вот этот пиздец только потому, что я не хочу показывать сиськи незнакомому человеку и есть после него недоеденную им еду. Это честная позиция. Какая недотрога. Окей, а у тебя какие взгляды? Ну ты зачем вот это добавляешь? Мне интересно. Ну ты, ебалитый рот. Она только хочет написать, ты уверен ли ты, Олька, блядь? Да и не уверена она. Слушайте. Когда у тебя тур, расскажи нам. С 31 октября, весь ноябрь езжу по стране со своим стендапом. Спешл фо кидс, приходите. Я девочка. Слышь, в описании. Слушай, напишешь это, народную артистку дадут. Хотите. Я согласен с тобой. Оль, чтоб тебе было легче. Ты оттягиваешь, ты оттягиваешь. Замолчи, ебать. Просто закрой рот. И все удлиняется? Пиши. Блядь, ну комментарий хорош. Может вы не писали? Да ты, блядь, что ты наделал, блядь, у меня. Это реально из-за него все. Я понимаю, Оль, но есть ощущение, что из-за тебя маленькое такое, блядь, вот так усенькое. Оль, мне кажется, что все парни, которые за тобой ухаживали, они уходили без чего-либо, да? Столько, столько держать интригу. Ну, я сейчас не могу. Это правда, ты знаешь, люди годами ждали чего-то. Годами? Да, клянусь тебе. Оль, они не владели таким приемчиком. На что, малышка? Это не влияет. На что, малышка? На что, малышка? На что, малышка? Видишь? Я согласна. Вот, видишь, работает. Пиши. Какая счастливая у тебя жена. Успокойся, но это твой телефон, это уже набрано. Ты бы это сделала спустя 30 минут в любом случае. Пынь. Блядь, ты все отменил. Нет, 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 я все отменил. Стоп, 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 что-то отпало, что-то отпало. Да провода сгнили просто, блядь. Вот что отпало. Выкопались из земли и ушли. Ой, мне через 20 минут нужно быть на Ленинградке. Да! Мы тут очень давно, Оля! Жми! Ну ее... Да, все, я могу. Да! Блядь. Это был Кожеварен. А вы почему не радовались? Итак, наш финальный раунд, когда мы не пишем комментарий, мы звоним и говорим его лично звезде по телефону. Ну что, давай. Сесть на велосипед без седла и крутить педали 30 секунд. А как называется наказание? Нетрадиционный тур де Франс. Сесть на велосипеде. Хлопаем! Мы это все придумывали ради хлопков! Так, да, вытаскивай любого человека. Ладно, Дань, меня уже не будет. Согласен. Мне тоже. Блядь. Борис Грачевский! Борис Грачевский! Здравствуйте, Борис Грачевский. Меня зовут Оля Серябкина. Вы великий человек. Всегда восхищалась вашим творчеством. Уверена, вы достойны, чтобы вас сняли документальный фильм. Такой же фильм, как про Майкла Джексона. Покидая Яралаш. Нормально. Я думал, он не поймет. Ну давайте. Я думал, он не поймет. Давайте Грачевского мне. Подать Грачевского в яблоках. А если я засмеюсь, это будет плохо? Не надо, не надо. Я стараюсь. Просто у меня вдруг смешно будет. Смешинка в рот пойдет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Оля, да. Борис, здравствуйте. У вас есть минута? Меня зовут Оля Серябкина. Я уже в Владивостоке. У нас там два часа ночи. Но уже две есть. Зачем? Извиняюсь. Я очень быстро скажу. Я просто хотела выразить вам. Меня зовут Оля Серябкина. Я певица. И очень хотела сказать, что вы великий человек. Всегда восхищалась вашим творчеством. И я абсолютно уверена, что вы достойны, чтобы про вас сняли потрясающий документальный фильм. Такой же фильм, как про Майкла Джексона. Покидая Яралаш. Вы считаете себя такой же педофил, как Майкл Джексона? Нет. Я так совершенно не считаю. Просто фильм очень хороший. Спасибо. Очень интересный поворот. Так. До свидания. Нет, все. Это все, что я хотела сказать. Спасибо большое. До свидания. И Грачевский заканчивает. Выключила его. А что мне было делать? Команда травоядных. Съесть алоэ из горшка. Съесть алоэ из горшка. Теперь тебе нужно тащить звезду и комментарии. Здесь все написано на одном листе. Родион Газманов. Давай. Че за х**. Хорошо. Родион, здравствуйте. Я Даня Поперечный. Хочу сказать, что... Кто? В скобках десять раз сексуально гавкаешь. Ну давайте мне телефон Газманова Родиона. Алоэ. 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 Родион, здравствуйте. Есть секундочка. Меня зовут Даня Поперечный. Алоэ. Плохо вас слышно. Алоэ. Это Данила Поперечный. У вас есть секундочка? Да. Слушаю вас. Ааа. Я просто хочу сказать, что... Уф. 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 Очень смешно. Спасибо. Всего доброго. Хорошего дня. Ааа. Достаточно сексуально для тебя? Понял, что звонит комик. Сказал, очень смешно. Оценил. Подводим итоги ничья Победители оба. Я бы не сказал что они оба победили. Зато они проверили себя. И это невероятно круто. Оля, эти яйца достаются тебе. Даня, эти яйца достаются тебе. Оля и так каждый день получает дофигища цветов и растений. Даня, ты не получала никогда. Это твой единственный шанс в мире и в жизни. Поздравляю, это твое. Оля, сертификат. Сертификат твой. Поздравляю. Ура! Шоу-комментарии!